Здравствуйте! В эфире Национального телевидения очередная программа «Правительственная связь». И сегодня у нас в студии министр культуры по делам национальности и архивного дела Вадим Петрович Ефимов. Добрый вечер, Вадим Петрович. Добрый вечер. Вадим Петрович, у нас сейчас мы все живем на стыке двух сезонов. Заканчивается театральный сезон и начинается такое новое, насыщенное культурными событиями лета. Прежде чем мы перейдем к лету, мне бы хотелось, чтобы вы хотя бы кратко оценили итоги этого театрального сезона. Насколько он был интересен, насколько он был успешен? Действительно, театральный сезон был интересен, насыщен событиями. Прежде всего, конечно, премьеры, которые состоялись, которые заинтересовали чебоксарскую публику. Они, я думаю, что остались в сердцах, в душах, в памяти наших зрителей, зрителей наших театров. Практически все наши театры, их шесть профессиональных театров нашей республики, они показали по две, по одной премьере за вот этот, скажем так, год с января по сегодняшний день. То есть такой творческий год, получается. Да, ну, творческий год, его принято считать сезон, когда у нас открывают театральные сезоны осенью, но мы все-таки будем считать с января по сегодняшний день, когда у нас уже идет такая череда закрытия театральных творческих сезонов не только театральными коллективами, но и концертными нашими коллективами. Это ансамбль песни, танцы, капелла, ансамбль филармония закрывают свои сезоны. И вот эта творческая, концертная, театральная составляющая, она была очень насыщенная. Здесь, конечно же, можно отметить и те фестивали, которые у нас состоялись, но оперный фестиваль он уже в прошлом году, но в этом году балетный фестиваль, я думаю, что он прошел достойно, на высоком, серьезном уровне. И об этом говорят и отзывы участников, и зрителей. Прежде всего, зрители, конечно, когда к нам приезжают зрители, приходят, вернее, зрители не только из города Чебоксары, не только из нашей республики, но и из соседних, из Ешкаралы. Я несколько видел машин, когда они приезжали и смотрели наши представления. Ну и из Ульяновской области тоже были зрители, которые уже ждут это событие. Настоящие балетоманы. Да, да, совершенно верно. Ну и, конечно же, гастроли наших коллективов в это время в других регионах, городах. Когда мы знакомим с творчеством. Но я вот в этой связи хочу, прежде всего, конечно, сказать о наших творческих коллективах. Это Чувашский драматический театр и театр юного зрителя, которые нанесут, наверное, некую какую-то особую миссию знакомства с творчеством, с национальной культурой. Собственно, по ним судят обо всем нашем исполнительском искусстве. Когда они выезжают в те регионы с компактным проживанием, как мы говорим, с компактным проживанием Чувашей, это, на самом деле, особая миссия. Поэтому эта работа велась. И, конечно же, будет продолжаться вот сейчас, после официального закрытия сезона на стационарных площадках, они будут продолжать выезжать. Собственно, гастроли все только еще начинаются. Да, да. Хочется отметить, что вот в самые сложные, тяжелые времена, с экономической, с финансовой точки зрения, мы сохранили вот эту деятельность гастрольную. У нас наши коллективы продолжали вот эти поездки в регионы. Это, прежде всего, Ульяновская, Самарская области, ну и дальние. Вот Башкирию я тоже отношу к дальним, когда расстояние довольно-таки приличное. Ну и, конечно же, еще немаловажное такое, но оно, наверное, прежде всего, с моральной, психологической точки зрения, важное событие – проведение гастролей в Москве. Мы это все сохранили, проводили и в этом году тоже будем продолжать. Вадим Петрович, на стыке двух сезонов, летнего и театрального, находится еще одно очень значительное событие – Чебоксарский международный кинофестиваль. В этом году он проходит у нас уже в шестой раз, и, собственно, мы все, жители республики, считаем себя, ну, такими опытными фестивальщиками. Нам есть что вспомнить, нам есть с чем сравнить. Вот в этом, на этом кинофоруме, что, по-вашему, будет отличительной особенностью? Что-то, может быть, не удалось и осталось в планах на будущий, на седьмой кинофестиваль? Ну, наверное, надо сказать, что, на самом деле, фестиваль стал одним из знаковых брендов Чувашской республики. Его, опять же, ждут. Я сам лично это отслеживал, когда в течение года жители столицы, и не только столицы, но и Чувашской республики, присылали к нам письменные обращения через интернет-сайт нашего министерства. Ну, и просто по почте интересовались, когда же состоится этот фестиваль, кто будет участвовать. Те запланированные мероприятия нам удалось полностью, сто процентов, реализовать и воплотить. И церемония открытия, которая состоялась 20 мая, она как бы вживую свидетельствует о том, что в неподдельном интересе горожан к этому событию. Ну, собственно, да, два дня зала полные. Да, да. Именитые наши гости тоже говорят об этом. Вообще, я хочу сказать, что вот этот фестиваль, наш фестиваль, Чебоксарский фестиваль, он закрывает, завершает череду кинофестивалей России, и неким таким отправной точкой некой становится следующего фестивального года. Это все подводит итоги кинематографического года. Совершенно верно, об этом как раз хотел сказать. И вот те участники, гости, они высоко оценивают и отмечают, что фестиваль состоялся, и фестиваль имеет место быть дальнейшим на таком же высоком уровне. Вадим Петрович, в этом году в нашем культурном календаре появилось еще одно событие всероссийского масштаба. Это Всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе мы Россия». Вот что бы это значило? Ведь у нас уже есть один фестиваль «Родники России», уже в 21 раз он пройдет в этом году. Это как-то продолжение, дополнение. Ну, это совершенно отдельное мероприятие. Но я хочу сказать, что фестивалей мало не бывает. Особенно фестивалей народного творчества. Вот не буду спорить нисколько. Это совершенно отдельный фестиваль, который проводит Министерство культуры Российской Федерации. И Чувашская республика определена, ну, стала победителем. И признана... Чувашская республика признана победителем, и ей дано право проведения в отборочного тура этого фестиваля. К нам 12 июня приедут два федеральных округа. Это Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ. Всего же 19 субъектов Российской Федерации для участия на этом фестивале, в отборочном туре этого фестиваля. В течение двух дней они будут состязаться. Фестиваль уникальный, фестиваль интересный. Подведение же итогов этого фестиваля состоится в 2014 году, 4 ноября, в День народного единства. А в этом году, вы обратите внимание, что символично, что он начинается в День России, 12 июня. И время мы обозначили в 12.00. А вот церемонию открытия мы как раз планируем провести на открытой площадке перед Чувашским драматическим театром. И здесь же будут проходить состязания мастеров декоративно-прикладного искусства. Площадка для них определена на территории Центра современного искусства на заливе. То есть неподалеку. Да, все это будет компактно, территориально происходить в одном месте, чтобы участники и зрители могли, не отходя далеко, географически познакомиться и с песнями, и с танцами, ну и с произведениями мастеров декоративно-прикладного искусства. Вадим Петрович, а все-таки наш любимый фестиваль «Родники России», раскрученный, самый главный, самый дорогой, он как будет проходить, уже что-то известно? Мы его в этом году проводим под девизом «21-й фестиваль в 21-м регионе». На самом деле вы правильно отметили, что он в этом году, да, в 21-м веке совершенно верно. Мы его проводим уже 21-й раз. Фестиваль, один из фестивалей в России, который сохранился в таком формате, когда в конце 90-х их у нас в России было порядка 200 фестивалей, а сейчас осталось около шести. И один из таких наиболее авторитетных фестивалей – это вот наш фестиваль «Родники России», который традиционно собирает очень много участников. Мы в этом году ожидаем где-то 28 субъектов Российской Федерации, что к нам приедут. И пока на сегодняшний день подтверждение дали два зарубежных коллектива – это Белоруссия и Эстония. Но сейчас у нас активные переговоры проходят с молдавским коллективом. Ну, если удастся все организационные вопросы решить, надеемся, они тоже к нам приедут. Фестиваль традиционно начнется 23 июня, накануне Дня Республики, с театрализованным шествием, который пройдет, опять же, традиционно от Национальной библиотеки до Красной площади. И мы в этом году предполагаем церемонию торжественного открытия немножко сместить на 22.00. Обычно у нас он проходил в 6, в 7 вечера, в 8 было. Но в этом году мы хотим немножко сместить с тем, чтобы завершение церемонии открытия этого фестиваля стал логическим продолжением фестиваля фейерверков. Потом наши коллективы 24 июня традиционно выведут на площадки города Чувашской Республики, где будут представлять и показывать свое творчество. И 24, непосредственно в День Республики, состоится закрытие и подведение итогов фестиваля. Вадим Петрович, вот вы упомянули уже о фестивале фейерверков, мы обсудили фестиваль Оргники России. Что еще из таких, может быть, самых ярких событий Дня Республики, ну, в рамках Дня Республики, на что нужно обязательно обратить внимание, что ни в коем случае нельзя пропустить? Ну, большое событие не только в культурной жизни Республики, но, наверное, вообще в жизни Республики – это проведение Всечувашского праздника Агадуй, который планируется в этом году провести 24 июня. Ну, нельзя сказать, что Агадуй у нас не проводился. Национальный конгресс его своими силами проводил традиционно в День Республики, но мы его в этом году, статус этого праздника, на самом деле Всечувашского большого праздника, хотим поднять. И Агадуй будет проходить у нас на Певческом поле 24 июня, в День Республики. Начало мы планируем в 11 часов театрализованного шествия. Мы не хотим отказаться от той площадки, которая, ну, уже как бы намолена, что ли, с проведения обряда с парка 500-летия Чебоксар. И, опять же, театрализованным шествием участники Агадуя пройдут по Московскому проспекту и уже переместятся для проведения всех вот этих празднест, мероприятий на Певческое поле. Ну, еще один большой проект, мы его хотим в этом году запустить, волнуюсь, честно говоря, такого проекта пока, ну, во всяком случае, в таком формате, как мы его хотим запустить в нашей республике, нет. Это ночь театров, когда наши профессиональные театральные коллективы выйдут на улицы города и в естественных декорациях покажут или же спектакли свои, или какие-то театрализованные композиции, музыкально-театрализованные. Да, совершенно верно. Я просто хочу пригласить всех принять участие в этом проекте, посмотреть, что это такое. Это будет в ночь с 23 на 24 июня. Еще спать не будем. Большое мероприятие у нас состоится в Янтиковском районе, в селе Янтиково. Вы знаете, что Янтиковский район в этом году определен местом проведения торжеств, приуроченных Дню Республики. Такой своеобразной столице праздника. Да, и поэтому у нас запланировано очень много мероприятий таких локальных. Вы понимаете, что вот этот большой праздник, он состоит из каких-то маленьких событий, маленьких концертов, каких-то театрализованных элементов, которые соединяются в большое вот это праздничное действие. Поэтому в Янтиково у нас тоже будет проходить такое большое действие с участием гостей, которые будут у нас участвовать в родниках России и наших коллективов Республики. Вадим Петрович, в общем, действительно очень большая, очень насыщенная программа. Я полагаю, что все равно успели рассказать только о самых основных, самых ярких событиях. А впереди еще много интересного. Но вот в этом году, мне бы еще хотелось о чем поговорить. Буквально на днях стало известно о том, что следующий год, 2014, объявлен в России годом культуры. Думаю, что это большая радость не только для работников отрасли, но и для всей культурной общественности. Вот в связи с этим регионы, я полагаю, будут выстраивать свою культурную политику. Каковы ее основные направления у нас в Республике? И на что, в первую очередь, вы бы хотели обратить внимание? Здесь я хотел бы призвать общественность, наши общественные организации принять активное участие в формировании вот этой концепции на сегодняшний день. Есть какой-то определенный план, проект, скажем так, в таком проектном формате, что мы будем делать в 2014 году. На мой взгляд, все наши общественные организации, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления должны принять активное участие в формировании той концепции. То есть у нас есть возможность высказать свое видение, чтобы мы хотели получить в выходе. В первую очередь, год культуры объявлен для того, чтобы привлечь внимание к достижениям отрасли, к ее успехам, к ее проблемам. Наверное, в большей степени даже, наверное, к проблемам и вопросам, которые на сегодняшний день существуют, если взять чисто с отраслевой точки зрения. Вопросов, конечно же, много. На мой взгляд, вопросы – это, прежде всего, укрепление материально-технической базы и привлечение молодежи, обновление кадрового состава отрасли. Не секрет, что на сегодняшний день у нас такая довольно-таки острая проблема состоит в кадрах узких специалистов. Это, если взять профессиональное искусство, режиссеры, театральные художники, осветители, ну и старение кадрового состава на муниципальном уровне. Это вот библиотекеры, это музейные работники, это архивисты, потому что сейчас пока еще о том, чтобы говорить, что вот молодежь пошла в отрасль в таком количестве, достаточном для существенного обновления кадрового потенциала. Понятно, она же давно известна, это же не сегодня, не вчера случилось, это недостаточные высокие зарплаты, назовем это так, деликатно. Но в этой связи я хотел бы сказать, что сейчас ситуация немного, она начинает улучшаться. Вы знаете, что вот эти майские указы президента Российской Федерации, которые направлены на улучшение, в том числе и ситуации по заработной плате, увеличение заработной платы, они у нас реализуются. Мы ситуацию на сегодняшний день отслеживаем и на республиканском, и на муниципальном уровне. Поэтому есть надежда, что вот год культуры, который объявлен у нас в следующем году, позволит решить значительное количество вопросов, я не говорю проблем, вот я говорю вопросов, которые на сегодняшний день стоят перед отраслью, если брать отрасль. Вот лично вы, как министр, в первую очередь, что бы хотели получить от этого года? Ну, какая-то, может быть, мечта ваша, сокровенная культурная мечта? Я, наверное, прагматик, поэтому хотелось бы, чтобы, прежде всего, конечно же, наша материально-техническая база, она обновилась коренным образом. То есть вам нужен фундамент. Совершенно верно. Вот база, на чем, на сегодняшний день, понимаете, вот какой бы талантливый артист или режиссер не был бы, вот техническая составляющая вопроса, вот профессионального искусства, это где-то процентов 50, наверное. Поэтому хотелось бы, чтобы условия пребывания и творения высокого искусства для наших деятелей искусства были соответствующие. Ну да, особенно если учесть, что столько появилось новых технических каких-то возможностей и вот для творчества. Да. Хотелось бы, чтобы они были доступны. Совершенно верно, я абсолютно с вами согласен. Ну что ж, Вадим Петрович, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня у нас на правительственной связи был министр культуры по делам национальности и архивного дела Чуваши Вадим Петрович Ефимов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова